Всем привет мои уважаемые зрители! У микрофона ЧСВ и сейчас я вам детально расскажу о втором ранге США, о лучших и худших машинах этой нации, кратко опишу все плюсы и минусы в ветке, а в конце видео вас ждет розыгрыш голды. Так что самое время поставить лайк под этим видео и приятного вам просмотра! М5А1 Стюарт. Последний Стюарт в ветке США с боевым рейтингом 2.7. Этот легкий танк не сильно отличается от своих предшественников. Вы в нем узнаете все тот же Стюарт. Быстрый с 37 мм стабилизированной пушкой, но на 2.7 выше этого орудия уже перестает хватать и эту ЛТшку приходится использовать больше для занятия точек и уничтожения вражеской техники исключительно в борт. Да и урона ее тоже на этом Бэре уже недостаточно, а вот в него урон будет залетать будь здоров, так что поздний Стюарт не лучший вариант для Вартандера. А вот дальше по ветке ЛТшек идет Чаффик, еще один легкий танк США, он же М24 на боевом рейтинге 3.3. Данный ЛТ стал медленнее предыдущих и габаритнее, и это мало сказалось на живучести и бронировании. На эти параметры надеяться явно не стоит. Но здесь уже появляется 75 мм американская пушка, которая не потеряла одноплоскостной стабилизатор, а еще обладает хорошей скорострельностью, приятным пробитием и достойным уроном. У меня к этой пушке одно лишь замечание, это кратность прицелов, куча с не лучшей баллистикой, что делает стрельбу из Чаффи не самой удобной в игре. Но если приловчиться, то без проблем будешь поражать вражеские цели. Стоит здесь и знаменитый браунинг 50-го калибра против зениток, самолетов и иногда даже танков. А в случае какой-то опасности Чаффик всегда может воспользоваться дымовым гранатометом. Там, кстати, этих гранат еще и достаточно много. В целом танчик хороший, но на нем нельзя танковать и он требует вашей внимательности. Средний танк, но по факту самоходка. А разве такое вообще бывает? Да, бывает в War Thunder и имя ему М3Ли, средний танк на боевом рейтинге 2.7. Сделан он на базе танка М2, о котором мы говорили в прошлом видео об американской ветке первого ранга. Но тут совсем все иначе. Больше пушки, больше тон стали. Хотя прям бронированным М3Ли мне сложно назвать. Да, пушки-колотушки он держит, но стоит лишь попасть вниз списка, как тебя будут пробивать абсолютно все. Но за счет шести членов экипажа можно сказать, что в плане живучести этот танк чуть выше среднего. М3Ли не шибко быстрый, но скорости ему в принципе хватает. Особенность данного танка это две пушки. Сверху в башне 37-мм колотушка, но как вы уже слышали, для этого боевого рейтинга ее как бы маловато. А вот в корпусе уже 75-мм пушка, причем на стабилизаторе. По дефолту стрелять из нее неудобно, как бы параллакс. А вот если назначить на кнопку основное и дополнительное орудие, то М3Ли, играя чисто на 75-ке, превратится в безбашенную САУ. Но с отличным пробоем, перезарядкой и даже стабилизацией. В топе списка он очень сильный танк. М4А3-105. А вот и первый шерман ветки США. Вообще шерманов тут будет очень много и в большинстве они хорошие танки. Но не всегда. Танк во многом напоминает своим корпусом М3Ли и действительно они имеют общие корни. Колоссальное отличие в броне. Для боевого рейтинга 2.7 шерман просто как неприступная крепость. Если мы говорим о передней части танка, конечно же. Ни корпус, ни башня особо-то не пробивается большинством пушек. Да даже внизу список 105-й шерман неплохо так танкует лбом. Конечно есть и пулемет, как уязвимая зона в корпусе. По бортам не то чтобы брони много, но в целом 105-й очень крепкий. На этом, к сожалению, вся его мощь и кончается. Подвела шермана пушка гаубица, стреляющая кумулятивами и фугасами. Долгая перезарядка, рандомный урон и сложнейшая баллистика. Просто отсеивают желающих на этом поиграть. А ведь когда-то 105-й шерман, как только его добавили в игру, убивал своими фугасами. Даже топы. Но пока это точно гарантировано 100% танк не для новичка. М-15. Зенитка, которая доступна на боевом рейтинге 2.0. Полугусеничная база, вы с ней уже знакомы, кстати. А вот боевое отделение совсем другое, как и вооружение. Огромная коробка, в которую вмонтировали два браунинга и одну 37-мм пушку. В своей скорости зенитка потеряла, если сравнивать с предшественником. Скорость наводки этого скворечника оставляет желать лучшего, что не помогает выполнять функцию зенитки. А вооружение уже слабовато для эффективной борьбы с танками. Ни рыба, ни мясо, я бы так сказал. Можете смело скипать. М-4-1. Шерман на боевом рейтинге 3.3. Тут литой корпус, что добавляют уязвимые зоны. Появились эдакие щечки по краям корпуса, куда легко шерман и заваншотить. Но башня все еще крепкая, да и в целом корпус нередко танкует. По скоростным характеристикам не вау, но в принципе сойдет. А пушку раздует, особенно немцам. Будет здоров. 75 мм, каморники стабилизированы, так же как и на М-24 Чаффи. Что тут удобнее, так это прицел. А значит и целиться будет удобно. Радует и крупнокалиберный пулемет на крыше. А так в целом отличный танк, я вам его рекомендую. За ним сразу же следует еще один шерман М4 со сварным корпусом и боевым рейтингом 4.0. В целом этот шерман более бронированный, чем предыдущий, но все еще имеет уязвимые зоны на корпусе. Вот эти два квадратных выступа. В остальном же тот же шерман. Могу сказать, что танк хороший, но редко играет сейчас в топе. А встреча с Т-34-85, КВ-85 или немецким классом вас особо-то и не обрадует. М-16, старший брат М-13. Боевой рейтинг 2.3, тоже полугусеничная база, а вот браунингов уже не 2, а целых 4 штуки. Весьма подвижная зенитка, но начинает попадать к броне, против которой браунинги не особо-то и воюют. Но при грамотном применении очень даже может нагиб. Самолеты сбивать удобно, приятная болезнь, как куча патронов в ленте и наводится она мгновенно. М-16 хороший аргумент в споре с самолетами, причем можно брать даже чуть на БР и повыше. Ну и последний представитель второго ранга за США. Это САУ М-10 Вульверин или же Росомаха с боевым рейтингом 3.3. Корпус от М-3. Скоростные характеристики удовлетворительные, что не скажешь о бронировании. Но иногда танкует, особенно в местах расположения траков, благодаря недоработанной механике объемных снарядов. Башня у него открытая, то есть М-10 боится артиллерию и самолеты. По краям броня у башни посредственная, а вот маска впитывает урон на урам. Пушка длинноствольная, 76-ти миллиметровка. Она сохраняет хороший урон и прекрасную скорострельность 75-ки. Но пробитие у нее, как на пушках танков с боевым рейтингом 5.7. Пробить Т-34 в ВЛД проблем для М-10 не представляет. Но вас ждет, конечно же, и разочарование в виде супер-медленного поворота башни. И когда я говорю супер-медленного, я не шучу. Придется товорачивать корпусом. А так, в целом, хорошая позиционная сау. Почему бы и не опробовать? Ну что, парни, нормальные такие американцы на втором ранге? На мой взгляд, если не трогать парочку кактусов, то отличный ранг для новичка. Итак, давайте подытожим. Мастхэв и стример рекомендуют. М-24, М-4-1 и М-10. Кстати, из них получается достойный такой сетап. А еще М-3-ли и М-16. Можете также поиграть, но не обязательно на М-5-1 стюарт и М-4. А вот 105-ый шерман и М-15 я вам не рекомендую. Ну и вот оно, пришло время голды. Хочешь бесплатные золотые орлы? Подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь лайк под видео и напиши какой-то комментарий со своим актуальным ником. И получи шанс на 1000 золотых петушков. А в прошлом розыгрыше побеждает Сулат-3-6-3, у которого так и не пропали лаги. Кстати, у меня они тоже снова появились в начале боя. Улитк, ты там это, поторопись со своими исправлениями игры. На этом как бы все. Не забывайте, что покупки в War Thunder можно совершать через мою ссылку со скидкой в 3%, которую найдете в описании к видео, где еще есть ссылочка на канал со стримами, твич, группу вконтакте и дискорд сервер. А я вам желаю счастья, здоровья и пока-пока.